Уже много лет Василий Обратцов приезжает на Колуму. Интерес к истории Магаданской области у нашего земляка возник не так давно. Интерес вызывают прежде всего оловянные рудники эпохи Дальстроя. В этот раз удалось пройти и полностью осмотреть рудник Кандычан, пройти хиту, осмотреть следы первого Днепровского и добраться до поселения на ручье Июньский. Цены перед поездкой было поставлено очень много. По окончании можно сказать, что выполнено порядка 15-20%, не более того. Это обычно. Хочешь больше, получается гораздо меньше. Порой подводят техника, погода, люди. Но, по крайней мере, то, что было пройдено, уже радует. Потому что любая такая поездка, это в первую очередь какие-то маленькие открытия, либо даже для себя, бывают большие открытия для других. Как рассказал вечернему Магадану Василий Обратцов, поход на ручей Июньский в Тинькинском районе стоил затраченных сил и средств. Был обнаружен полноценный поселок с достаточно неплохо сохранившимися деревянными постройками. Если говоря именно об Июньском, то обнаружен поселок. Порядка 60-70 человек одновременного проживания. То это несколько жилых бараков с проходной системой. Именно для вольных, потому что бараки разделены на комнаты. Комнаты, как правило, либо, скорее всего, два человека, либо семья. Можно сказать, что жили вольные и, скорее всего, расконвоированные. По предположениям, это поселок геологов, партии, которые занимались обследованием этого района. Существовал этот поселок в 40-е годы, судя по срубам и кованым гвоздям. В поселке было электричество, был свой локомобиль, столовая с пекарней. Но в отличие от других аналогичных станов полевых партий, этот поселок своего названия не имеет. И ранее краевед упоминаний о нем нигде не встречал. Продолжение следует...